Приветствую, меня зовут Нина Хомич, я работаю заведующей лабораторией медиатехнологии Центра развития информационных технологий Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Одним из основных направлений деятельности нашей лаборатории медиатехнологии является кураторство творческого объединения студенческого телевидения Студ ТВ БГПУ. Чем мы помогаем творческому объединению? Мы регулярно организуем мастер-классы по основам кинопроизводства, режиссуры, фотомастерства, проводим консультации организационные, технические, творческие. Помогаем с оборудованием. Чем занимаются наши студенты? Наши студенты, у нас очень творческий процесс, ну, как любое творчество, достаточно сложно регламентируется. Вот это справа наша учительница знаменитая. Мастер-классы, которые у нас проводятся, в принципе, они проводятся в достаточно свободном режиме по запросам, когда находятся интересные спикеры или когда есть какие-нибудь инфоповоды. С гордостью могу отметить, несмотря на то, что у нас ВУЗ непрофильный, у нас нет факультета журналистики, тем не менее мы получаем аккредитацию. Мы были на отборочном финале Евровидения. Нас приглашают на Белтелерадиокомпанию в качестве участников, в качестве гостей телепередач, в качестве ведущих. Также мы очень дружим с культурной жизнью нашей республики. Нас приглашают на показы для СМИ, новинок, спектаклей, на различные презентации. И мы с удовольствием их посещаем. У нас так интересно получилось. Наши активисты — это в основном студенты факультета естествознания, это будущие биологи географии, это физико-математический факультет, факультет эстетического образования, это дизайнеры, факультет дошкольного образования и психологи с Института психологии. Вот такие активисты. В основном, чем мы занимаемся? Мы создаем промо-ролики, снимаем лекции, делаем репортажи с мероприятий ВУЗа. Это научно-образовательные, патриотические, культурно-массовые, спортивные мероприятия, делаем обзоры и онлайн-трансляции. И вот наше направление, к которому мы идем, это учебное видео. Вот оно у нас запускается и будет стартовать. У нас в ВУЗе есть ежегодный конкурс «Мой универ», где заявлена такая тематика, как студенческая жизнь и учебная жизнь. С каждым годом качество самих видеороликов действительно становится лучше. Также у нас новинка. С этого года стартовал общеуниверситетский конкурс «Звездный поход». «Звездный поход» — это многолетняя традиция БГПУ, когда студенты и преподаватели по местам боевой славы едут по городам и, скажем, занимаются там патриотической и образовательной деятельностью, ну, так скажем, вербуют абитуриентов. Было две номинации — это инфографика и видеоролики. С позапрошлого года «Звездный поход» стал интернациональным. Приезжают ребята из Казахстана, Армении, России и вместе разъезжаются по городам. У нас есть наше ноу-хау — это медиапроект «Моя малая родина» или «Почему я стал педагогом». С 2018 по 2021 год — это год, посвящен именно малой родине, но мы сделали свою интерпретацию авторскую. Герои у нас — это знаменитые ученые, это заслуженные учителя, талантливые педагоги, это профессуры, это доценты. Формат сериал, то есть в каждой серии — это новый герой, который рассказывает о своей малой родине и рассказывает о своем, о профессиональном пути, почему он выбрал эту профессию и вот как он пришел и какие у него успехи, какие достижения делятся. Интересным образом, ну мы, конечно, каждый свой проект хотели бы видеть успешным, но этот проект выстрелил. Он стал очень интересным, потому что о ком мы с вами знаем. Мы все знаем о деятелях культуры, о политиках, о бизнесменах, но кто из нас знает биографии преподавателей, учителей? Я думаю, что практически никто. И нас очень благодарили за то, что есть реальная возможность узнать у своих преподавателей нечто большее. Я вот скажу, что 2018 год стал достаточно переломным, потому что мы начали активно участвовать и стали занимать призовые места, выигрывать в номинациях коллективных и индивидуальных. Вот я немножко опустила и не сказала о том, как наше СтудТВ вообще организовалось. Вуз непрофильный, кафедры журналистики нет, поэтому всегда находились студенты, которым было интересно фотографировать, интересно снимать, интересно монтировать, интересно репортажить. Но эти студенты освещали жизнь вуза, затем выпускались, и все начиналось заново. То есть приходил энтузиаст, опять это делал и опять выпускался. И три года назад было решено подхватить инициативу студентов и организовать творческое объединение, которое уже курирует вуз и которому помогает вуз. Как я уже сказала, помогает техникой, помогает с организацией, помогает в творческих вопросах. Весь контент, который делают студенты, он пополняет фото- и видеорепозитории нашего вуза и размещен на официальном канале БГПУ, на официальном канале YouTube БГПУ, на репозитории и на специализированных сайтах, ну и, конечно же, в соцсетях. Мы всех всегда приглашаем к сотрудничеству, открытые всем. Нам приятно, что мы сделали себе имя. Ну, мало того, что нас приглашают на конкурсы, нас начинают звать организации, которые хотели бы, чтобы репортеры с ТТВ пришли и осветили их события. Вот, например, недавно мы поехали на детский хакатон, который занимаются там школьники с третьего по восьмой класса в программе Scratch делают компьютерные образовательные игры. И мы освещаем это событие, делаем фоторепортажи, видео, и нам очень благодарны, потому что, ну, скажем, нашу официальную прессу не всегда легко вызвать, потому что для прессы федеральной нужен серьёзный инфоповод. А, скажем, не каждая школа, не каждый колледж, не каждая гимназия может претендовать на то, что их инфоповод серьёзный. А мы с удовольствием откликаемся, репортажем выкладываем наш материал, им пользуются, и нам очень благодарны. А мы благодарны за то, что мы нужны. То есть для нас вот эта обратная связь, когда назовут, это вот самые важные критерии того, что мы нужны. Нина, спасибо большое.